Добрый день, дорогие друзья! И хотя я клялся и божился, что я больше не буду вас водить по этим деревенским делам, думаю, что вам это поднадоело, ну, вы меня убеждаете в обратном, в всяком случае многие из вас говорят, что... Нет, мы будем дальше с тобой ходить. Вот сегодня хорошая погода, вдалеке даже, мне кажется, немножко Альпы видно. Там вот, вдалеке, наша соседская собака, которая... мы с ней не дружим, короче. Она, Алекса, боится. Теперь мы с вами, давайте, пойдемте вот в этот конец деревни. Здесь живет фермер, у которого, скорее всего, коровы, и от этого сарая прет очень хорошо, вообще-то, навозом. Не знаю, как соседи к этому относятся, но я предпочитаю быстро здесь проходить и идти дальше. Так, сидит какой-то кошак рыжий. А-а-а-а, это одного старика. Она его сопровождает, как собака. Где-то здесь старик должен быть. Так, мы только отошли. Ух ты! Кто-то голубей держит здесь. Белые, красивые. Голуби. Пойдем, собака. Так, это обозначает, что это здесь пчелиная тропа. Ага, понятно. И почему-то нарисованы кузнечики. Пойдем, пойдем, собака. Видите, вот эти дома, они с видом на горы, на природу. Поэтому там всегда ставятся большие террасы. Ну, вот как у меня. Здесь вот это желтое здание. Не знаю, честно, не знаю, что это такое. На мой взгляд, это какой-то магазин. Но какой смысл здесь устанавливать магазин? Не знаю, спрошу своих с датчиков. Кто это? Может быть, такой дом. Ну, не похоже, вроде бы, на дом. Так, собака. Нам вот тут не надо нюхать. Сейчас я тебя отведу, и там будешь нюхать. Видите, впереди. Я стараюсь не трясти, но не получится, чтобы не трясти. Впереди шильник Заволон. Вот и все. Вся деревня. Мы с вами прошли ее вдаль и поперек. Ну, ребята, мне нравится здесь. Честно. Я тут всех почти уже знаю. Меня все знают. Мы не друзья, но и здороваемся. Не враги, скажем так, да? Ну, здороваемся. Вот. Мне отвечают. Больше мне не надо. Вот она. Через один километр будет Эппенберг. Вот туда мы не ходили. Давайте сходим. Посмотрим, что в этом Эппенберге. Один километр – это как раз для нас не крюк. Собака, ты что-то интересное нашел? Так что мы сейчас потопаем. И время от времени я буду останавливаться и снимать окрестности. Потому что, я понимаю, в ходьбе это очень трудно смотреть. Глаза сломаешь. Мы с вами пойдем вот сюда. Сейчас. Вот. Мы с вами зашли сюда на опушку леса, где проходит эта трасса. И вот я вижу здесь дороги. Пока они заснежены. Естественно, мы туда не пойдем. Наш путь во мраке. Ну, не во мраке, но наш путь – это вот сюда мы будем идти. По этой дороге мы дойдем до самого того села и посмотрим, что там можно, что там плохо лежит, короче. Если кто-то помнит, я здесь ходил зимой, фотографировал. И именно вот этот ручей, ну, тогда было более романтично, скажем. Снег голубой такой. Сейчас он уже погряздел маленько. Ну, вот, я думаю, сюда я еще не раз приду. Я люблю такие ручьи дикие, лесные. Шум ручья, пение птиц, больше ничего. Так, ну-ка с этой стороны посмотрим. Да, вот он довольно-таки большой, этот ручей. Если бы не снег, мы с вами спустились, посмотрели. Там интересные такие сосульки висят, очень живописные. Можно было бы поснимать. Так, а мы с вами пойдем вот туда, наверх. Вот там в кустах какая-то избушка на курьих ножках. Вообще склон такой симпатичный. Я думаю весну. А ели какие огромные, смотрите. Голубое небо. Огромные ели. Что за ель, что за ель, что за фифички на ней. Шишечки-фифички. Тут лежат еще сугробы большие. Ну вообще стаивают здорово. И хорошо, что мы живем на горе. На чем вот такое вот болотце превратилась бы вся местность. А так вот я по этому догадываюсь сейчас, почему они все на горках строят. Теперь до меня доходят. Я думаю, ну зачем, блин, вы в город все стремитесь? Как не город, мы с вами сколько ездили, маленькие городки все, они на горе. А вот поэтому. Вот так и доходят. Через собственный опыт. Прекрасно. Так, мы опять на опуске небольшого леса. Как романтично тут все. Прямо вспоминается мне Сибирь, Красновых гор, детские пионерские лагеря. Выглядит сейчас. Откроется дверь и пойдем в столовую строим. Там виден свет в конце туннеля. Значит, деревня рядом. Вот, красивый вид такой. Поляна. И там взял лорн. Видите, вот тот желтый домик. Сейчас приближу. Там только походили, когда я сказал, не знаю, то ли это домик, то ли это какой-то магазин. Ну, куда спешите. Время придет, узнаем. И там внизу шумит этот большой ручей. Чудесненько, чудесненько. Обзор великолепный. И тут, так, на солнце зелень. Елей. Красивая. Поворотик такой. Дальше идем. Лошадь никак не хочет с Рексом знакомиться. Вот так. Понесло лошадь, понесло. Ну, дура лошадь, что сделаешь. Они особым не отличаются, скажем, там умом. Это биглы. О, это правда лисия охота, да? Трудно. Ага, хорошая встреча. Три бигла и лошади. И одна лошадь. Мало для охоты. Три бигла и лошадь. Стоп. Стоп. Смотри, фуксен ягд, или нет? Субтитры сделал DimaTorzok Биглы сошли с ума Гавкает, а он не может их удержать Но все охотничьи собаки, они заточены под ягод Под охоту, да, и они в этом плане плохо управляются Но Рекс плохая дичь Я думаю, эту всю стаю проглотит В три раза Хапнет и все Пойдем, пойдем Так, Рекс решил поместить Правильно, пусть знает Биглый с чакакашка Ну вот сейчас мы видим с вами Тоже деревушка небольшая Здесь, правда, интересно Здесь разные, разноцветные Дома, я смотрю, желтый Тоже салатовый Симпатичные такие Но она, мне кажется, еще меньше, чем в залах Если там 300 человек, то здесь, наверное, два десятка Посмотрим на панораму Панорама расширилась Стала еще больше Ой, Рекс, в хорошем месте мы живем с тобой Бегай, не хочу Но не могу его с поводка свести Она, я говорю, она сейчас сожрет Этих биглов Заодно и лошадь может покусать Так, пойдем Пойдем, Рекс Дальше пойдем Я еще раз включусь Не знаю, как вам Но мне нравятся немецкие деревушки Они, на мой взгляд, они такие интересные Как бы игрушечные По сравнению с нашими сибирскими деревнями Такие, знаете, все под черепичкой Покрашенные, ухоженные Вот, даже маленький пруд здесь есть, посмотрите Вот так немцы относятся к своей природе Взяли, сделали пруд И рыбки поплавают, и лягушки Ну, и птички попьют Пошли дальше Стоп Наверху стоит цифра 1951 Это надстройка А дом вообще 1863 года Ну, вот, наверное, отреставрировали полностью в 1951 году Отлично Тем не менее, хорошо сохранится Ох Это маленькая капелла Такая же, как напротив меня Чудно Ну, вот, смотрите Такой пейзажик, да? Бревнышки лежат поспильные Маленькая капелла Она уютная очень Я вижу уже там Я не знаю Позови, давайте поближе Попробую Через Если выдержит У меня снег Нет, не держит Блин, хорошие доски Доски для фонов Там вообще огромный брус Ну, ребят Это здесь не так просто лежит Хоть и напоминает свалку Но она кому-то принадлежит Тут мы уже не рискнем с вами Хотя Хорошие доски на машине Подъехал, закидал Ну, нет Опять бегали на встречу Ёханый бабай Я думал, они куда-нибудь все вернут Пока мы гуляем Нет Так, а что здесь висит? Так, приглашение на детский карнавал Ага То есть это везде проводится сейчас В аварии Это время, да? Дело в том, что сегодня я узнал Что моему внуку Купили костюм пожарного Сказка со всеми делами Ой, это будет очень интересно Посмотреть Как он будет выглядеть Столько радости доставляет детям Передеваться Ожидать праздника Петь, танцевать Замечательно Вы видите, тут ерма висит для быков Ну да, это не жилое, естественно Кто здесь будет жить Дверь такая импозантная Вот ее можно было сфотографировать Посмотрите, какая она Старая, пристарая Ну, вообще здесь текстуру можно наделать Но единственное, что их никто не покупает Стопка в каждой деревне, которую я вам рассказывал Да? Вот она В основном здесь как бы герб стоит Вот ниже это герб, а верху это община А потом идет, чем занимается здесь Вот, то есть там крестьянин, плотники, столеры и так далее Сразу понятно, что за деревня и что она тут делает Вот тоже красивая дверь в этой капелле Я решил еще немножко с вами на обратном пути посмотреть Может быть я что-то опробую Ну вот мы с вами почти пришли В коровнике орет бычара Очевидно, слышно Сейчас перестал Или коровка Фиг отличишь Мы с вами пришли И направляемся домой Я сейчас сяду Сделаю для вас видео Остаток дня посвящу тому Чтобы кушать и спать Спать и кушать Всего доброго, друзья Пока